итак всем привет меня зовут катя вот подоспел скетчбук я его закончила и наконец забралась снять обзор скетчбук у меня от art creation желтенький плотность бумаги если честно не помню но она достаточно чтобы работать хорошо в смешанных техниках она неплохо держит акварель неплохо не хорошо неплохо обложку я рисовала маслом это видео есть на канале это мой основной персонаж мэри робот со светящимися глазами внизу надпись x как всегда здесь зажим потому что зажимы рулят это очень удобно начала я в декабре 21 года тут небольшая короче лягушка я вдохновилась спайдерменом решила сделать frog girl не дошло в общем там небольшая цитата из песни о вичи the night суть которой в том что нужно прожить жизнь которую ты будешь помнить это веселый грибочек который на деле очень плохой человек как бы это странно не звучало это из вселенной грибочков тут две зарисовки к натюрмортом это когда я еще готовилась к вузу я притащила один раз скетчбук и больше его не открывала и лежал он аж до декабря вот с этого момента начинаются уже рисуночки это персонаж в маске грустный акварелью я очень переживала что плохо рисую акварелью ну а чё они чё надо больше практиковаться это персонаж микка альтер эго мэрия но более мультяшный я в будущем буду анимировать кстати сейчас очень активно изучаю анимацию и капец это вообще другой мир но об этом будет видео позже это снова грибочки мне хотелось как-то их прочувствовать чтобы знаете вот эту дурость их показать когда я не знаю что рисовать я обычно открываю всякие челленджи и выбираю то что больше приглянулось тут был челлендж рисуем феечек это фея путешественница это фея из индии всякие наброски это я сидела ждала пару по физре это илья это тоже илья и это ухо ильи гиппократ косметичка это все такие скетчи наброски и снова феечки мне очень нравится в них искать пластику и динамику чтобы силуэт был мало-мальски узнаваемый это чем у нас африка это ледяное поле о господи у нас был какой-то один момент заскок на шапке лягушки мы все вместе их носили это была наша такая отметина когда мы все шли в этих шапках было сразу понятно что это идет живопись это рисовала из пинтереста девчонку но тут очень холодная фиолетовая акварель поэтому все-таки мертвецкая это у меня просочились маркеры мне нужно было что-то нарисовать это волдеморт с носом да айрон кринж и кринж америка снова я пытаюсь рисовать акварелью выходит не очень но мы не сдаемся и пытаемся дальше о господи spider girl в какой-то момент я очень сильно прониклась вселенной человека паука на мне так сильно нравилось и неудивительно что такие рисунки появились скетчбуке вот это мне очень нравится моя рука кстати а вот это вот не знаю вдохновлялась ли я и опиралась ли на референсы я правда забыла как зовут девчонку из spider verse возможно все вместе и что-то свое и что-то с нее это я по чужой картине делала копию не очень хорошую девчонка с вороном которая так и не стала полноценкой о это из игры heights тоже с рисовка копия мне очень сильно нравился этот персонаж скелет а дальше я решила порисовать мечи чё сказать ну порисовала молодец а вышло то что вышло тут я начинаю пытаться пробовать нарисовать маркерами это папа свин что у него на носу сейчас покажу да и такое бывает на нем я храню свою перчатку для графического планшета без нее рисовать неудобно а чтобы она не терялась я вот так надеваю папа свин доволен и я это мой автопортрет маркерами не похоже но я начала немножко понимать как ими работать еще одна девушка она мне очень нравится прикольно получилось ну и hello 2022 привет это тоже копия когда ты не умеешь что-то рисовать очень полезно поделать копии с работ уже состоявшихся художников она не очень хорошая но она была вообще одна из первых потому что этого портреты такие я не рисовала монахи это один из моих самых любимых разворотов это конкретно мэри мой основной персонаж и наверное самый продуманный из всех и мастер ее молодой человек с которым очень сложная и комплексная история суть которая в том что мастер правитель из абсолютно другого мира разослал спам сообщения касательно того что хочет найти девушку мэри в какой-то момент случайно на него наткнулась потому что он разослал по разным вселенным естественно все женщины его проигнорили мужчины тоже и те кто не определились а вот мэри случайно открыли это сообщение и он сделал вывод что судьба вот так вот дальше это сократ в маске а это ворон ворона я рисовала как-то очень легко и оно шло саму результат мне очень нравится что это что это это мэри и стилизованный мастер в общем я наслышалась на новый год песню кабарету это академия зараза и мне очень сильно понравилось как лолита скачет на сцене и потом я так прикинула лолита цикала это очень похоже на мастера и мэри поэтому это доросло в полноценку короче тут я не думала надо композиции в кадре это должен был быть комикс не судьба потом тут просто идея девочка феечка стабильность признак процветания еще одна фея это я насмотрелась мийка мия водопьянова я смотрела все детство и когда она выложила новый видос для меня это было что-то типа вау ура что-то у него подобное где-то было нарисовано я решила что мне оно тоже надо это скилл из визуальной новеллы перепутья который мы так и не доделали ну как мы там в основном визуальная часть на мне очень классный персонаж нам не дико нравится мой персонаж не мой а принадлежит the soul всякие набросочки с натуры афродита это я опять играла в хейтс игра мне очень сильно нравилось очень нравилось там афродита я поэтому решила сделать что-то свое тут немножко ну или довольно таки сильно накосячила с анатомии во-первых я не умела рисовать стопы и вместо того чтобы научиться их рисовать и нарисовал как умею конечно сейчас я уже этот момент проработала так и надо о господи перспектива это еще с первого семестра благо я ее сдала отлично это тоже делала копия это я пыталась что-то свой нарисовать тут еще скотчем заклеена видимо не очень вышло ахахахаха иллюстрации это какой-то мужик очень манерный на коне и конь идет вот так потом у тут голова неплохо доделали бы это пыталась что-то рисовать из киберпанка а тут должны были сзади быть бобры но я их заклеила рисунком из киберпанка а это было с лекцией по-английскому вот такая вот страничка собранная это я нарисовала сама а это я срисовала у эвана ярви потому что мне очень сильно нравится стиль я бы хотела рисовать как этот художник а чтобы так научиться нужно очень много делать копии и пытаться свои работы переводить в ну подгонять под стиль это асп и мэри мы тогда с юли думали касательно новелла потому что подходил они visual jam и мы думали каких персонажей взять в итоге взяли дев и скел это первые концепты ткача мне не очень сильно нравится это персонаж юля я вечерами сидела смотрела разбор геометрических задач на английском было очень весело тут еще ткач ну картошка какая-то честно не знаю как это прокомментировать тут я тоже а тут мы ждали итог просмотра мы значит развесились пришли в столовую и начали рисовать это хотелось сделать еще один прототип мастера красавца это были идеи над фонами в нашей визуальной новелле что это что это такое это я краснею персонаж мне очень хотелось его порисовать потому что максимально мультяшная это дэв это кстати рисовала на канале персонаж который был в визуальной новелле это мой персонаж моё альтер-эго это думаю над логотипом андатра которая вот с которой мы как раз выпустили новеллу перепутья думала насчет обложки но вот такой такие вот идеи мне показались максимально банальными о это была еще одна моя вселенная с людьми которые постоянно носили маски и наушники реклама молока и дэв такой типа мог круто это еще молоко о господи это вот тот момент когда думаешь что умеешь рисовать акварелью порисовал убедился что нет и пошел дальше это у эвана я подсмотрела что этот художник очень часто рисует статуи и решил тоже порисовать я очень тяжело попадаю в характер но мне было это интересно на самом деле полезное упражнение тут еще остатаем вот это неплохо дохлое яблоко и глаза копия тут мне подарили акварель ван гог я ее тестировала мне кстати так варель очень нравится даже больше чем белый ночь о господи а это я достала темпер и немножко прессовала и убрала темпера мне не очень нравится все-таки гуашь поприятнее но естественно масло ван лав вот и акварель это думаю над логотипом он датра но но его тоже не одобрили это я рисовала девочек на паре это века только с рыжими волосами в шапке лягушки это я рисовала то ли срисовала честно не помню лягушонка в костюме акулы агрессивного это рисовала руки потому что когда что-то не умеешь рисовать это нужно нарисовать сто пятьсот миллиардов раз чтобы это начало получать еще руки это какой-то дед из пинтерс это мэри и мастер снова пыталась их как-то стилизовать и найти их форму вот эта девушка ничего так это я откуда-то срисовывала и подгоняла под себя тут еще в мэри с черепком симпатично по цветам кстати тут не захотелось уйти немножко в иллюстрацию поэтому тут какая-то особая тут какая-то нимфа лесная возможно это должны были быть полнотенки но не стали о господи это гудо в итоге пошла зарисовка другая а это неудачное осталось это еще одна копия призывы какие-то но выглядит прикольно это снова мэри господи я в какой-то момент очень активно начала играть в геншин мне геншин нравился просто до глубины души а потом я резко взяла и перегорела всякие ночные порисушки это я просила под постом скинуть мне персонажей и вот так вот рисовала разных персонажей мне больше всех нравится вот этот он прям получился то есть чужие персонажики вот этот очень приятный а вот это мэри мне почему-то захотелось какой-то иллюстративности с ней и я сделала такие вот штучки мне нравится это я придумывала персонажей из цирка я хочу сделать свой собственный цирк с артами это ирвин а это его друг у которого треснуло лицо потому что ирвин его очень сильно рассмешил это еще были всякие зарисовки клоуном вот эти прикольные ребятки а вот это я рисую феечек вот в такой своей стилистике мне это очень дико нравится да это выглядит странно но что есть то есть это метатон в моем исполнении господи он шикарен это пыталась нарисовать автопортрет потому что это последняя страничка ну молодец что нарисовал это лапка ящерица это лапка настоящий ящериц это лапка виктора в общем виктор периодически линяет и юля нам приносит вот такие вот кусочки я их очень сильно ящерок боюсь и вот таких вот всяких лапок но взяла я верю что эта лапка вырастет в целую ящерицу что тут у нас тут у нас написано апрель 2022 год и какой-то конверт честно я не помню что там о поняв лавыски и челлендж с феями вот такой вот сранский чбук подписывайтесь на канал телегу и группы вконтакте всех люблю целую пока